Вот и осень, 1 сентября. Я вышла на задворке дома. Моё просяное, это осень, это осень, что-нибудь-то принесёт. Только сердце счастья просит, только сердце мира ждёт. Раньше у меня было написано, чудо ждёт. Нет, мира. А может, чудо ждёт. Мы когда-то с моей сестрой Леной, которая росла в этом доме, которая нас прилетил в дом, бродили по лесу ещё девчонками и досочиняли эту строчку. Это осень, это осень, что-нибудь-то принесёт. Только сердце счастья просит, только сердце чудо ждёт. Теперь я знаю, что сердце ждёт только мира и живёт только в мире. Любой человек. Вот проснулась и очень рада тому, очень рада тому, что вчера я думала уже всё бросать, рисовать. Ничего я не нарисую. Ух ты, крючёчек какой. Эти крючки мне нужны. Кстати сказать, очень удобно в этом хаосе что-то повесить, подцепить нужно. Так, а вот это... Ох, ну тут можно подцепить что-нибудь. Я не знаю, что. Вот. Кофе пью. Пью кофе. Небо такое затянутое тучами уже. Первое сентября. Раньше это был праздник. А сейчас хаос какой-то и непонятно что. Я проснулась раньше всех, чтобы записать в видео, дневник, ещё одну страницу нашей жизни. В беженстве нашей, нашей жизни. Эвакуации. Какое слово. В нашей жизни уже в другой жизни. Есть ещё в жизни другая жизнь. Это когда ты бросаешь дом и убегаешь. Неизвестно куда. Я почему говорю тихо, потому что, чтобы не разбудить никого с нашего лагеря. Не знаю, может быть, буду обживать вот этот домик. Попробую что-то там убрать и сделать что-то в виде мастерской. Так вот, вчера я уже решила себе поставить крест на своём рисовании, на заказах. Когда мне звонит из Покровска мой знакомый человек, товарищ заказчик мой, и говорит, всё в силе, всё в силе. Смотрите, рисуйте на конец сентября. Рисуйте обязательно. Я стала доставать свою сумку. Нашла сумку с красками, пыль засохшими, ничего. Достала этот заказ. Нашла его. И подумала, что, наверное, это добрый знак. Потом я перешлю по почте. А он говорит, а где вы не в городе? Да я говорю, уже сто километров от войны. Я не дома. Мы уехали. Да, ночь была очень страшная в Покровске. Очень страшная. Опять обстреляли центр города. И у нашего знакомого повылетали стёкла, окна. В доме там ужас. Вот такой хаос. Так это художественный хаос. А то... В общем, жесть. Вот так вот. Ну, если мне звонят из Покровска и просят нарисовать что-то, значит, это значит хорошо. Хороший знак. Все, видите, мы связаны. Земля связана нитями разными. Во Франции, допустим, узнают, что, где и чего в Покровске. Раньше нас нам звонят и нам рассказывают. Или там... В Польше. Переходи там. Разбросаны наши родные люди. Вот и осень. Да, что вот у меня. Я рисовала своего кота. Кот пропал перед войной. Ну, ушел... Да, ушел и пропал. А, кто-то взяла папке. Дело-то было, взяла. Да я когда-то... Мне пять лет было. Это мама с Сережей. Вот так вот. Вот такой хламник кому не нужны. Золотой, дорогой сердце я забрала. Вот такие, чтобы не выбрасывать никуда. Я не знаю, услышите ли вы меня, потому что я говорю очень тихо. Эскизы какие-то. Все что-то. Вот так, наверное, выглядит край жизни. Вообще, жизнь в эвакуации. Когда... Вообще, каждому человеку надо какая-то территория... Наверное, не зря говорят... Комната. Вот теперь цена комнаты и... Цена твоей территории очень много значат. И... Вот эта вот ситуация показывает все, на что ты способен в данной ситуации. Как... Вот как дерево изогнулось... А вот дерево прямое. Вот оно не изогнулось. А держится. Вот бузина поспела уже. Созрела она. А вот. Осень, осень. Вон тучки над домиком. Ну, вот и все. Ну, вот и все. Некуда идти нам. Вот так вот. Все, на этом пока. Всем хорошего дня. И хорошей осени. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.